Самый знаменитый ралли-марафон планеты впервые взял старт на Ближнем Востоке. 42-е по счету ралли Дакар стартовало из города Джеда, Саудовской Аравии. С уходом заводской команды Peugeot вопрос о победителе в зачете внедорожников теперь сводится к тому, выиграет ли Toyota или Mini. Притом за японскую марку отныне выступает Фернандо Алонсо. Правда, после 7 этапов двукратный чемпион Формулы 1 идет только 15-м. А солировать в классе продолжает трио старичков. На первой и третьей строчках Карлос Саинс и Нассер Аль-Ати на Мине, которых разделяет Тойотовец Стефан Петеранцель. В классе грузовиков безоговорочно ридирует команда КамАЗ-Мастер. Правда, фаворит гонки Эдуард Николаев покинул общий зачет из-за поломки мотора. При этом, по решению судей, россиянин получил возможность пройти марафон до конца. Это стало возможным благодаря новому регламенту. Теперь каждый из сошедших может воспользоваться так называемым джокером. То есть продолжить свое выступление, но в отдельном рейтинге. После схода Николаева роль лидера взял на себя Андрей Каргинов, которого надежно прикрывает другой КамАЗовец Антон Шибалов. На третьей строчке общего зачета сейчас находится Сергей Визович из заводской команды Минского автозавода. Четвертое место занимает ветеран Дакара Алиш Лопрейс. Чех остался верен Татре, но капотный грузовик этого года стилизован под забытую марку Прага. В категории мотовездеходов на текущий момент лидирует Кейси Карри. Притом американец опережает россиянина Сергея Карякина сразу на 43 минуты. Между ними располагается чилиец Франциско Лопес Контардо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова